Самоубийство может оказаться убийством, причем убийством политическим. На такой вывод наводят новые факты о смерти беглого олигарха Бориса Березовского. Их обнародовал экс-глава его службы безопасности. Он уверен, Березовский намеревался передать в Россию некие документы, крайне неудобные для западных спецслужб. О том, кто может стоять за загадочной смертью предпринимателя, любившего поиграть в политику. Расследование Ольги Скобеевой. Логика была такова. Если ему что-то нужно было, то он обращался ко мне, я ему старался подготовить эти документы. Их тайная переписка, для которой были созданы специальные электронные адреса, длилась долгие годы. Первое письмо от олигарха из Лондона пришло в январе 2004 года. Тогда Березовского увлекал украинский Майдан. Это скан последних писем, собственно, самых уже последних. Последнее письмо приходит 1 марта 2013 года, ровно за три недели до странной и такой загадочной смерти. Заканчивается письмо, как обычно, обнимаю Борис. Вот здесь уже начал нервничать, ему хотелось скорее сюда. Вот видите, он пишет, ждать и догонять хуже некуда. То есть ему скорее, скорее, скорее. Ждать и догонять хуже некуда. Я пытался догнать свое время, а вот теперь жду. И меня это бесит. Ответа пока нет. Рома говорит, что не может узнать, как продвигается дело. А слишком многое поставил на карту. Я не с***, мне страшно. Не физически, а как-то глобально. Мне не по себе. Если Путин даст мне отлуп, боюсь, что не буду знать, куда себя применить. То есть это тот момент, когда он отправил письмо Путину, и все никак не мог дождаться атлета. Да, да, да. Вот ответ пока нет. Вот он говорит, Рома говорит, что не может узнать, как продвигается дело. Рома – это Роман Абрамович, с которым Березовский так драматично судился. По иронии, именно он везет в Москву личное письмо Березовского Путину. Лондон. В этот момент олигарху кажется невыносимым. Он хочет вернуться и буквально вымучивает свой текст. Вымучивает в том смысле, что боится наделать ошибок. К тому же, вокруг миллионы советчиков. Я знаю, что он писал это от руки. Сам писал от руки. Потом советовался, естественно. Семья в виде бывших и нынешних обсуждает, какое мне стоит написать письмо Путину. И стоит ли писать, учитывая все вводные. Сдаваться или сохранять достоинства. Глупо все это. Я пересмотрел свои взгляды не за один день. Было бы глупо все это объяснять. Но это все стилистика. А Путину стилистика не нужна. Ему нужны факты. И ему нужно убедиться, что он прав. И он победил. Все так. Текст согласовываем, как автобиографию для вступления в КПСС. Понятно, что какие-то факты изложу отдельно, чтобы не видел никто. Своими сомнениями и желанием как можно скорее узнать, что думает Путин, Березовский делится с бывшим начальником своей службы безопасности, человеком, которому он по-настоящему доверяет. Кто-нибудь, наверное, и удивится, что у самого Березовского бывают муки совести. Но не ты. Пошло все сам знаешь куда. Я хочу домой. И хочу как-то помочь Путину. Я ему постоянно говорил, что, Боря, тебя убьют. Потому что он же эмоциональный человек. Нельзя бегать по всему Лондону и всем рассказывать. Сейчас вот ты приедешь в Москву, выхватишь шашку, и враги, которые тебя когда-то обидели, они будут лежать у твоих ног. Я говорю, потому что тебя просто-напросто убьют. Во-первых, я ему посоветовал раскидать эти документы и видео в аудио. Письмо написано, уехало и вроде передано. Я действую искренне. И не стоит кошмарить меня импортными товарищами в штатском. Я же не агент, ты понимаешь? Ходоков всяких много, сам понимаешь. Есть и сумасшедшие, и му**ки конченые. Бесконечные ходоки пытались отговорить. Ведь все понимали, речь не просто о письме Путину, в котором Березовский раскаялся. Олигарх передал нечто большее. Именно в этом его надежда на индульгенцию. Борис Абрамович уже деятельный человек. И набрав такой архив, в котором было и видео, и фото, и аудио, и документы ценнейшие, просто ценнейшие документы, связанные с разведкой МИ-6, ЦРУ, спецоперации, огромные спецоперации, которые осуществляются по данное время в отношении к Российской Федерации и к президенту нашему. Нужно четко совершенно понимать, что эти же документы являлись просто губительными для многих людей, которые сейчас, ныне действующие во власти. Понимали это и те, кто косяками ездили из Москвы в Лондон и просили деньги для переворота в России. Березовский очень верил в болотную и был крайне разочарован, что профинансированный им план провалился. С твоим анализом оппозиции согласен. Кажется, что все эти люди достигли критической массы своих возможностей. Сколько бы они не спорили о том, чья статистика вернее, по-настоящему большого количества людей они на улицу так и не вывели. Хотя казалось, что все возможно. Они клоуны все. Я ему тогда посоветовал, я говорю, Боря, ты просто... Я пришлю людей, они оборудуют специальные тебе помещения, дадут специальные гаджеты, которыми ты можешь все это фиксировать, тебе это пригодится, потому что к тебе едут предатели. Он называл их демократами. Они приезжали с открытыми призывами по свержению Путина, по изменению строя возвращения, так сказать, от прежних порядков. У меня участились контакты с моими западными друзьями. Дырка где-нибудь, возможно, и есть. Может быть, ты сможешь помочь мне с аппаратурой. Хочу сделать у себя, как было у нас в Доме приемов, расходы с меня. У него были уникальные документы, вскрывающие всю деятельность и спецслужб, да, то, что у нас сейчас же модно говорить, там, теорию заговора. Это не теория заговора, это реальность. Все свои переговоры с оппозиционерами Березовский таким образом записал и снял на скрытую камеру. Шпионская аппаратура была вмонтирована повсюду, даже в настольную лампу. Для тех людей речь шла, ну, тоже о жизни и смерти. Вы представляете, да, там, например, если будет официально доказано, что группа людей и поодиночке, и совместно ездили, и предлагали, там, сместить Путина и сделать переворот в Россию. Есть переписка отдельных агентов ЦРУ и МИ-6, которые являются также подтверждением, так сказать, реализации этой операции. Поэтому нужно понимать, что Майдан, Боинг, Болотные, та же самая наша, вот эти знаменитые оппозиционеры, которые, якобы, так сказать, вот, это все спецоперация, расписанная вот по шагам, естественно. Потому когда Березовский, который был окрылен надеждой на свое возвращение в Россию, вдруг повесился в ванной, по-настоящему близким людям все стало понятно, тело подвесили уже мертвым, порванный шарф, реквизит. Конечно, убийство. Он не был потерянным, брошенным человеком. И плюс к тому, у него появилась новая возможность каким-то образом снова вступить в вот эту наркотическую и политическую игру, от которой он просто с ума сходил. И вы говорите, что на этом фоне он повесился бы, значит, мотива нет. И тебя с наступающим Новым годом. Надеюсь, в следующем году можно будет отказаться от всей этой конспирации и просто посидеть вместе, выпить и вспомнить. В последние месяцы жизни Березовский почему-то всячески хотел показаться банкротом. Публично, хотя была возможность скрыть свое имя, продавал картину Уорхола, уволил свою охрану, но приближенные подтверждают, таким жизнерадостным он не был давно. Березовский словно хотел начать жизнь по-новому, осознав, что очень по-крупному заблуждался. Жаль, что катализатором такой активности по Украине во многом я и стал. Теперь мои штатские британские товарищи убеждают меня в том, что таким широким фронтом мы можем раскачать все и в России. Они искренне верят, что технология Грузии, Киргизии и Украины может сработать и в России, и дело лишь в масштабе инвестиций. ВВП легко не будет. Переписка таким образом длилась почти 9 лет. В 2004 году Березовский грезил революционной идеей. Схему он откровенно напишет об этом в письме, обкатывал в бывших советских республиках. Ну я, конечно, по дому не хожу в оранжевом, но как ты понимаешь, это мой цвет. Надеюсь, что без крови все обойдется. Как понимаешь, Порошенко отпал. Работаю с Юлей. Я не кукловод, Сережа, я только учусь. Я инвестировал в модель, и эта модель работает. Обнимаю, жду новостей от тебя. Березовский тогда считал, что это его личный успех. Ну что, дело в шляпе. 25-го Ющенко примет присягу, и всё. Для стран бывшего Союза обозначен новый путь. Не молчать, а выходить на площадь. И всегда найдется кто-нибудь, кто поможет. Все эти 9 лет Березовский писал письма с одного и того же электронного адреса. Еленин. Елена – это имя его последней жены. С Еленой Горбуновой Березовский расстался за 2 месяца до своей смерти и пытался оспорить. Иск на несколько миллионов фунтов. Но даже в этом смысле он не был несчастен. Его близкий товарищ Сергей Соколов рассказывает, что у Березовского появилась новая пассия. Он делал ей дорогие подарки. Поводов для самоубийства, кажется, действительно не было. Ольга Скобеева, Павел Мейер, Виктор Виноградов и Эльгиз Хакимов. Вести.